Как видно, что она прошла стресс. Прошла со школы, поела, легла спать, до семи спала. Я не знаю, что она будет ночью делать. Спал ребенок. Расспрашиваю, как там, что там. Она не нравится мне, не грамм. Ну, что скажешь, конечно, не нравится. Там, говорит, опаздывать нельзя. Я говорю, ну это разве плохо? Если ты опоздаешь, тебе, говорит, там замечания делают. Нам сказали, это, говорит, не школа, это ваш дом. Так что вы видели ролик, где китайцы проходят в школу с тазиками, с вещами? Короче, целый день. И там такие еще комментарии пишут. Мол, как это, мол, хорошо, какие молодцы. Да вы что? Это же никакой личной жизни нет у ребенка. Вот такой этот повесили. Молодцы, что собирайте свое говно. Но все равно, вот видите, кому это нравится, девочки? Вот ты выходишь, а тут везде говно. Я говорю, это же плохо, ребята. Гуляешь, собака, бери с собой салфеточку, что-то бери и убирай. Идем, говорю, что-нибудь сладкое купим. Хочу, девочки, сладкое. Чуть-чуть горло пощипывает, у меня болит. Но я с медом выпила. Мне там написали, выпей теплое молоко с медом. Выпила, девочки, надеюсь, что будет лучше. Значит, не понравилось, да? Нет, смотрите, не понравилось ей ничего. Вообще не понравилось. Там у нее, знаете, ребята, я как будто, я как будто, вот, я же говорю, мне надо гадать. У шефа есть квартира, девчонка. Не квартира, а дом. Они купили. Я же вам говорила, на квартиру они сдают. И это называется, где сыр ранее. Это такой, ну, такой район. Вот, сняла одна девчонка, которая, ну, а девочки у них, короче, куры деньги не клюют. Там родители очень богатые. Она вышла замуж тоже за очень богатого человека. У них дом сгорел. И им хорошую, хорошую, хорошую это дали, страховку. Заплатили все, и они сняли дом. Вот это тоже не понимаю. Ну, если у тебя столько денег есть. И она ему, она ему, девочки, я не помню сколько, она ему сказала, давай 150 тысяч, я куплю. А он сказал, нет, 180, что ли. И, короче, вот на какой-то цифре там они остались. Та сказала, нет. И вот так она живет, я не знаю, девочки, сколько лет она там на квартире живет, засрала дом. Но она ничего не делает, она не убирает, ничего там к ней проходит. Не знаю, совершенно мало часов видать или не успевает, не знаю. Ну, короче, все засрота. Так у нее дочка есть, тоже учится в этой школе. Она чемпионка, девочки, на лошадях. Там первое место занимает. Вот в классе моей дочки подходит к ней и говорит. Тебя зовут Кайтана, да? Она говорит, да. Я знаю твоего дядю. Его зовут Эстейва. Он к нам домой проходит. Я как будто в воду глядела. Когда вот Эстейван летом ходил, идем, Кайтаночка, солнышко, идем. Моя красавица. Осторожно, машина, подожди чуть-чуть. И когда она шла, когда Эстейван шел, Эстейван спрашивал у нее там. И она сказала, зачем тебе форму покупать, я могу тебе дать, у моей дочки есть. Но как ты можешь ей форму дать свою, если твоя дочка и моя дочка одногодки? Даже она меньше ростом совсем, чем Кайтан. Эстана сказала, нет, нет. Она не хотела сказать? Нет, я... Не потому что, моя гордая девчата, откуда твоя форма, твоя девочки не пойдет моей, моя высокая. Она прям на голову выше. И сегодня она говорит, это ты Кайтаночка, да? Я тебя знаю. И условно там... Вот к ней мы... Ее матери тоже мы звонили, спрашивали насчет обуви. Как ты думаешь, если черные мы купим, нам там, ну, что-нибудь скажете? Она сказала, нет, ничего не скажет. Ну, там сделают вам. Потом директору позвонили, директор сказал. Ну, я понимаю, первый год, чтобы стресса у ребенка не было. Ладно, если только в этом заключается, в черном так что можно. Сейчас вот в этот магазин пройду, хочу. Маленькие пирожные купить, с дочкой чай попить, отметить ее первый день. Знаете, мы когда на маленькой была, я проходила сюда, она говорила, тут не хочу игрушку, хочу там, 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 показывала мне, на тот магазин. Вот так, сейчас пойдем купим. Моего поселка, девочки, где я живу, она в хлебном. Смотрю на мою дочку, смотри, покажи, Кайтаночка, то, что мы купили. Это для чая. Смотри, 1,35, очень даже вкусно. А, весит собака, идем, говорит, идем. Весит, видишь, она, видите, уже не может. Весит, да, тяжело? Я же тебе говорю, ты даешь много кушать ему. А я тоже даю, хорошо. Идем в парке, хочешь, чуть-чуть погуляем, хочешь? Хочешь домой? Да. Не хочет ни на улицу, девочки, ничего. Идем чуть-чуть погуляем, если ты хочешь. Если ты хочешь. А мне, говорит, неохота. Девчонки, смотрите, сегодня я смотрела одну девчонку, не имеет значения. И у нее дочка тоже есть. Такая же, как и Кайтано. И она выходила, вот, как Кайтаночка моя. Поставьте лайк, когда была маленькая. Вы посмотрите первые мои видео, где она счастливая, довольная, Кайтано. Она обижается, что я ее не снимаю. А сейчас, когда, девочки, она тоже по настроению, вы понимаете? Она меня иногда ругает, говорит, снимай меня, я хочу. А иногда не хочет. Вот когда не хочет, я ее не снимаю. И сегодня смотрю, это блогерша давно не смотрела. Еще раз говорю, девочки, не спрашивайте, я не буду говорить, кто она, потому что мне это неинтересно. Она меня не просила, и ей не нужно это. И вот, и выходит ее дочка. И она такая, я тебе сколько раз сказала, не снимай меня. Убери, я тебе сказала, телефон. Я не хочу выходить на видео. И мне так стало легче. Я думала, о-о-о, моя еще так не делает. Моя просто мне, когда я видео отключаю, говорит мне, не снимай меня сегодня, я не хочу. А вот так, чтобы она меня вот так никогда, девочки, понимаете? У меня девочка культурная. Она у меня принцесса королевская. И я говорю Кайтане, Кайтана вот так, вот так рассказываю ей. Она говорит, знаешь, почему ты у тебя? Потому что мы растем. И у нас, говорит, характер меняется. Ты не даешь ему пописать, Кайе? Ну, он же вот так делает, как будто хочет. У него ощущение, что он писит. Оставь. Ему же надо вот так ножку поднять. Это для него, для него этот. Так что вот так, девчата. Моя дочка тоже растет. Видите, она мне так правильно объясняет. Тетя, я же расту, поэтому характер, говорит, меняется. Она мне сама, говорит, она у меня умная девчонка. Так что вот так. И я вам скажу. У меня дочка аристократка. Правильно, у меня одна написала. Аристократка. И вообще, хватит мне обращать внимания на это все. Мелочь, чушь, это все. Я делаю эти ролики не ради хороших комментариев, а ради хороших людей. Вот так. И я знаю, что у меня, мой канал держится на хороших людях, которым я всегда благодарна. Дай Бог вам здоровья. Вы меня уважаете. Любить меня не надо. Чуть-чуть уважайте, потому что я вас очень уважаю. И я вас очень люблю. Это я вас должна любить, а не вы меня. И вы знаете, девчат, это тоже вот как-то вот больно. Потому что начинаешь знакомиться людьми, и раз так люди пропадают. У меня была одна, но это давно уже, когда только начинала. Я ее маме даже приветы передавала. Не помню, как ее звали. Мы с ней общались, все. Она тоже такая полноватая. То ли с Украины, то ли с России. Не знаю точно, девочки. Она мне такие хорошие комментарии писала. Мы с ней так хорошо общались. И вот, знаете, даже до свидания не сказать. И вот так исчезнуть из жизни тоже нечестно. Ну, ладно. Так, моя дочка хочет печенье. Она хочет именно в Меркадонну. Понимаете? Тоже провыкла? Именно. Именно. Как ты сказала? Подожди. Не хочешь говорить? Кайтана, ну как ты тянешь? Томаса, посмотри, ему же больно шейки стало. Ты вообще думаешь, что он, он это, да, тебе сейчас скажет, эй, ай. Ну, две капельки вышло? Вышло. Ну, хоть уна. Я видела два. И то без очков. Держи это, я открываю дверь. Ты, говорит, видишь то, что нету. Представляете, девочки? Я вижу то, что нету. А может быть, она и права. Короче, ладно. Сегодня ей все прощается. Первый день школы. Первый день всего. Так, ребята, еду я в Меркадон. Давай сейчас. О, наконец-таки, я уже скучала. Я скучала. Я скучала. А ты? Нет. Пока ключ не засуну, будут, она питарит. Давай всех разбудим. Это мне надо в 6 часов утра делать. В 6 часов утра, ты представляешь? Все. Не знаю, почему она... Скажите, вот почему она запипикала? Вот мы смотрим в интернете, да? Вот это делает машина, да, так? И там написано, значит, какой-то там кабель, короче. Мне одна посоветовала. Вместо заколки, говорит, застегивай это. А я даже даже не догадалась. Я микрофон, а? Девчат. Представляете? Кайдана, смотри, куда я буду цеплять микрофон. Ну, по дому кто меня видит? Такая болтая. Девчат. И такой... Короче, меня слышно. Ай, девочки. Ваша Наталька довольная, счастливая. Это же самое главное. Люблю вас, девочки. Уважаю вас. Она не делала это. Как мы батарею поменяли, она не делала это. Мы же новую батарею купили, поставили. А сейчас начала. Вот сейчас пруду и потом. Месяц, где опарковать не на льду. И будет у меня машина безопаркованная. Оно. Кутур-мутур делает моя машина. Никак у моего мужа времени нет. У девчата повезти его на отсмотр. Вот сегодня он не рабочий день. Завтра он тоже не работает. Так что вы думаете, девочки? На шавашку ушел. Я ему говорю, вот зачем? Ты взял специально для нас день, да? Он говорит, да. Я говорю, ну а что ж ты с нами не остаешься? Он такой, пойду копейку, говорит, заработаю. Пойду копейку заработаю. Пойду копейку заработаю. Все, потому что она дала она. Я тоже не понимаю. Не любит нас. А, девчата. Да, любит, конечно, это все. Да, девчата. Лучше пускай работает, чем шалка и болтает, чем в кафешках сидит. Он бухает. У меня муж вообще нет. Вот скажи честно, Кайтана, вот скажи девочкам. Твоя тетя пьет алкоголь? Вот честно скажи, Кайтана. Вот когда-нибудь ты видела, чтобы твоя тетя выпила пиво, сервеса, пиво, сервеса? Водка, ты видела? Твой дядя пьет алкоголь? А? Твоя тетя курит? А, видите, девочки? А мне пишут это, а-бай, ладно, только говорила, да? И опять начинаю. Короче, ладно. Курю, пью, колю, девочки. И нюхаю, девчата. По утрам сразу, как глаза открываю, девчата, сразу, сразу этот, не знаю, как называется. Ну, травку курю. Ты меня напугал, э? Как будто это для тебя только. Ва! Посмотрите, какой у меня, это, а, на испанском надо было. У меня прямо вот так. В лепешку кому-то сделают. Я тебе сделаю лепешка. Я сама как чебурек. Из тебя сделают чебурек. Девочки, это так, честное слово. Я душенька, я очень нежная. Я очень нежная. У меня голос прям, как у соловья. Просто иногда вот бывает. Раз так. Понимаете? А так, это я специально, чтобы мне писали. Кайтана, откуда надо поворачиваться? Отсюда, вот, да? Нет, ты тоже не знаю. Ты что-нибудь вообще знаешь? Хорошо, что никого нету. Вот, девчата, смотрите. Вот так машина оставляет, девчата. Вот так посреди, да? И это так нормально для Испании. Так, это была та, да, я, значит, правильно ехала, да? Нет, или это было вот это, вот это. Вот отсюда. Ладно, ребята, мои любимые, мои дорогие. Оставляю я вас. Иду я в Меркадоно. Моя дочка очень хочет. Вы говорите узкие дороги. Я уже чуть-чуть привыкла. Но на самом деле узкие. Все узкое. Ой, вы знаете, в Мадриде тоже так же. Что вы думаете? Здесь в Испании везде так. А если в Туалиду поедешь, так там вообще обосраться можно от страха. Настолько узкие еще подъемы и спуски. Подъемы и спуски, девчата. Ладно, мои любимые, ненадолго, окей? Целую вас. Пока. Ребята, привет, мои дорогие. Пришли сюда погулять, а здесь ты не можешь погулять. Здесь должно быть... Проходи. Здесь должно быть этот... Как карточка, короче. Понятно, да? А теперь я не знаю, как отсюда выехать. Поняли, да? Короче, как-то так получается. Ну, давайте попробуем. Давайте попробуем. Проехали? Проехали. А, не знаю, кто-нибудь выйдет. А если нет, выйти, наверное, выйдет. Тут дома миллионы стоят, девчата. Короче, мы сюда приехали в наглую. Поняли, да? Ну, по-дагестански, девчата. Как-то так. Ну, посмотрите, как красиво. Ну, хотя, что здесь есть, чтобы миллионы стоило? Не знаю. Просто у них здесь, мол, закрыто. Поняли, да? Ну, здесь... Это как... Американец. Американец так живешь. Короче, давайте я вам, короче, экскурсию сделаю себе тоже, вам тоже. Тут моя сестра замуж выходила. Ну, тут, конечно, есть отдельные дома, девчата. А это вот эти, которые... С этой стороны, это... Чаря Адусон называется. А с этой стороны, это... Ой, короче, американец здесь гуляет. Ну, ладно. Мы тут же не хутор-мутур. Все-таки с Кайтаночкой. Наш уровень тоже очень высокий. Особенно в самооценке. Чего бы нам сюда не зайти? Кайтаночка, почему бы и нет? А может быть, когда-нибудь... Па! Это все воля Всевышнего, Кайтаночка. Я понял, что... Да, да, мне тоже нравится. Тебе нравится? Ну, Кайтаночка, здесь жить тоже вот машина нужна будет тебе. Если ты будешь здесь жить. Постоянно в дороге. Здесь магазинов нету. Здесь ничего нету. Что-то надо сразу. Это вот здесь лето проводить. Лето тоже такая жарко, ладно. Короче, вот так. Это, видать, не знаю. Дорога богата. Ну, какой-то дом. Вот. Ну, что здесь есть, чтобы я позавидовала? Нету. Да я вообще никому не завидую, девчата. Я вот честно говорю. У меня такого нету, чтобы я кому-то завидовала. Я завидую, у кого полноценная семья. Когда маленькая была, мне так хотелось. иметь папу, маму. Ба, это же один цемент. Тут продаются участки. Вот это домик симпатичный. Смотрите. А, не надо, не буду останавливаться. Еще скажу, ты что снимаешь? Вдруг ограбить захочешь. Кто его знает? Кто с собаками гуляет? Здесь тоже много, конечно, мест есть. Ну, здесь другой стиль, да, вот этот. У них чуть-чуть земля и большой дом, короче. Вот стоит, вот этот желтый, например. Можно позавидовать, у кого есть, ну, там, родные все живые. Вот здоровье, можно сказать. О, какое счастье, у него столько здоровья. А вот так, финансово, ба, это все ерунда, девчата. Это все ерунда. Да, ну, Кайтана, кто тебе дает гарантию, что они все счастливые тут живут? Что вот такой дом имеет, и они счастливы. Зато мы счастливые, Кайтаночка. Тебя дядя безумно любит. Я тебя безумно люблю. Адам тебя любит. Меня мой муж любит, ценит. Это же самое главное, ребята. Пока у нас здоровье есть. Какой дом странный, правда, девчата? Смотрите, как построенный. Это кровь дерево. Да? Это вот наш стиль Дагестан. Тебе нравится, да? Значит, у тебя кровь наша Дагестан. Конечно, тут работы тоже меньше, ребята. Это не как у меня. Хотя мне моя работа, вот то, что там вот подметаю и там это делаю. Так мне же это нравится, девочки. Понимаете? Мне это нравится. Вот такие тут дома. Так что это называется Сан-Роман. Это где-то 15 километров от Талаверра. Кайтаночка говорит, мне что-то скучно. Пойдем покатаемся. Я говорю, поехали. Она мне говорит, как хорошо, что у тебя есть машина. Ну, что, права есть. Машина-то у нас всегда была. Я говорю, правда же? Она говорит, да, мы даже в Севее можем. Не знаю, почему она это сказала. Севее. Мы даже в Севее можем. Кайтаночка, смотри, какой красивый. Кругленький, правда, с этим кирпичом. Красиво сделано. Так, давай по этой улице посмотрим. Хорошо дерево порезано. Ну, конечно, раз... Девчата, раз такой дом есть, значит, и садовник должен быть. Понимаете, это же не просто так. А, конечно, Кайтаночка. Они следят за этим. Ну, конечно. Как это? Все, claro. Мурректо. Перфекто, короче. Ой, смотрите, этот цветок у нас в Дагестане очень много растет. Какой красивый. Максим, ресницы красивые. Я помню, когда маленькие были. Заполним о портале кочей. Да, можем. Хочешь погулять? А Томасик хочет погулять. По-дорогому этому, да? Вот чуть покатаемся, выберем самую красивую улицу. И погуляем, чтобы Томасик на самой красивой улице покакал. Ха-ха-ха-ха, что? Так, девочки, это березка. Смотрите или нет? Подождите, я сейчас сделаю назад. Вот не знаю, вот мне кажется, я же не понимаю, девчат. Мне кажется, что вот это, вот это что за дерево? Это березка? Подождите. Вот это. Вот это. Это береза? Окей. Или нет? Так, теперь подождите. У вас, наверное, голова закружилась, да, от моих движений? А что-то я так далеко постоялась. Вот так. Ага. Так. Так, у меня один знакомый есть, ребята. У него такая была квартира. Шикарная в городе. Шикарная квартира. И он ее продал. Он ее продал. Я вам сейчас скажу. Давайте я вот так приблизительно вам говорю. Он ее продает за 20 тысяч, да? Рублей. Представьте себе, что 20 тысяч. И он находит шикарный дом. Но, девочки, дом, конечно, позавидовать. Там, фуф, можно. Там все сделано. Все. И он покупает за 40 тысяч. И 20 тысяч берет в этот, в кредит. Жена работает, он работает. У них единственный сын. Они все работают. И они поставили кредит. Вот если к ним домой заходит, ну, допустим, 2000 рублей, да? 1000 рублей эта жена получает. 1000 рублей он получает. И вот у них 1000 рублей уходит на этот, на кредит за дом. Они поставили на 20 лет. Вот я тоже вот такие вещи, ребята, не понимаю. Теперь... Это только мы зашли, когда оттуда. Да, я видела. Теперь, ребята, вот работает, работает, бац, жена залетает. Вот случайно залетает. И жена говорит, буду рожать все. И ее с работы увольняют, ребята. Ну, конечно, за то, что беременна. Они не будут говорить, что это за то, что беременна. Ой, смотри-ка, Аночка, здесь даже парки, для детей очень хорошо, молодцы. А я нет. И ребята уходят, а на саботы. И он живет в этом красивом доме. Он работает этим... Машины чинит. Он такой знакомый моего мужа. И Стэйвон его один день встречает. У него такое лицо плохое, все так плохо выглядит. И Стэйвон, как ты, что ты? Он такой, ба, Стэйвон, ты не представляешь себе. Я говорю, он представляет эти девочки. Вот она осталась без работы. Но она там какие-то деньги получала по безработице какое-то определенное время. Но это же все заканчивается. И вот. И перестала получать. И он говорит, вся моя зарплата... Домой больше, говорит, кроме моей зарплаты не заходит ничего. Вся моя зарплата остается в банке. Ты хочешь уходить? Давай. Пусть поедем. Ты, говорит, если, говорит, ты представь себе, говорит, и вся моя зарплата уходит, говорит, на долг за дом платить этот. Этот дом, говорит, мне, уже как кость, говорит, в горло стоит. Вот там то мама ему помогает, там то теща помогает. Смотри, каша, а только коча за мной. Ага. Ну, этот цвет надойдет быстро. Ну, покрасить могут другой потом цвет. Так вот, ребята, он в субботу-воскресенье, он в субботу-воскресенье делал там, на шабашке ходил, то там, то здесь. Но, ребята, всегда же не выходят в шабашки. Это же бывает иногда, не всегда. Вот мой муж бывает, что по 4-5 месяцев в шабашке никакой не делает. Вот только тупо зарплата и все. А иногда бывают в шабашке. И иногда у меня бывает, и у Стывана бывает. А на шабашке ты не можешь. Вот как можно, вот, понимаете, вот смотрите. Вот я когда, вот, окна ставила себе, я взяла кредит, правильно? И поставила окна. Так, я рассчитывала, что... Я рассчитывала, девочки, не на одну зарплату. Понимаете, вот, например, мой муж получает тысячу, да? И вот 300 надо платить за окна. Вот я знаю, что вот я на эти остальные, да, на эти остальные, на 700 я могу прожить. Чутерку-чутерку, но могу прожить. И я вот поставила кредит на год, да? Вот сейчас в октябре я заканчиваю. Ну, помимо этого, у меня же моя зарплата тоже есть, ребята. Понимаете? Но я на свою зарплату никогда не рассчитываю. Почему? На всякий случай. И вообще, я такие вещи боюсь. Вы думаете, я давно не могла бы квартиру купить? Так мне предлагают банки. Возьми, возьми. Я говорю, ну, это же платить надо. Понимаете? Я боюсь. У меня ребенок есть. Завтра вдруг животик заболит, вдруг зубки заболят. Мало ли что. Что мне? Бегать к такой взрослой женщине, как мне, искать там 5 рублей в долг дай. Нет, я так не хочу, девочки. Вот. Если бы у меня вот эта все стройка, вот это все не шло, но скоро она заканчивается. Так, ребята, я как сыр масли бы каталась бы, честно говорю. Потому что все, что мой муж делает, шабашки, мавашки, я это даже и не вижу. Ребята, уходят. Но уходят, если бы я не делал бы. А, сей. Сей, сей, а что доеду? Короче, круг мощной. Сейчас посмотрим, мы сможем уехать и видеть. Думаю, что да, наверное, автоматически она просто открывается. Или как? Как вы думаете? Ну, если не смогу, останусь здесь жить. Что теперь делать? Не выгонят же. Такой красавица, как и весь. Как я. Я думаю, это отсюда была? Нет, нет, следующая, да? Я думаю, следующая улица. Если бы мы возьмем эту вещь, мы не будем пирать. А, хорошо, если что, мы вырвем ее. Это так, значит, отсюда. Да, да, да. Там, где что-то я вас покатала. Давай, а то целый день дома сидите. А, да. Целый день дома сидите, видите? А я вас с Сан-Роман привезла. Вот. Давайте лайкуйте, девчата. Скажите. Вот наш блогер, как за нас беспокоится. Какая умница. Дядя, да, звонит. Бери. О, да. Какая умница? Да, да. Я с ним. Там мой Сан-Роман. Кай-сан-Роман. Вот я с тобой, говорит, какой Сан-Роман? Сан-Роман? Скажи, кай-тада. Делётра. Скажи еще раз. Делётра. Девочка, откроется, да? Да, да, да. Позвонил мне мой муж. Спрашивает, завтра в школу я отведу. Я говорю, нет, я сама отведу. Обратите внимание, какое небо красивое. Вот заходим мы, заезжаем мы в Талаверу. Ой, а что домой? Хорошо, а что домой ехать, девчата? Давайте я вас еще погуляю. Разгуляю я вас сегодня. Вот видите, можно, можно, провести время не обязательно алкоголь, ничего. Можно и так проводить время хорошо. Вот я со своей дочкой, с вами. А что мне еще нужно? Мне больше ничего и не нужно. Это тоже Фернандо Рохас, это школа девочки. Тоже, между прочим, платная школа. Тоже платная школа, девчата. Вот справа. Сейчас слева будет какая-то, она на школу, потом еще одна там, Августина есть. Вот эти три школы у нас считаются самые такие хорошие. Но еще раз повторяю, ну, у моей дочки самое лучшее, первое место занимает. Вот так. Похвастаюсь, девчата. Нарадоваться не могу. Вот честно говорю, нарадоваться не могу, что она туда попала, девчата. Всем спасибо за поздравление, всем спасибо за то, что вы откликнулись, поздравили мою дочку. Кто обрадовался от души, два раза спасибо, ребята. Кто обрадовался чуть-чуть, тоже спасибо. Ага, это любимая собака моей дочки, хакер. Она мне говорит, когда у меня будет своя квартира, у меня будет там хакер. Я говорю, да хоть десять. А что ты хочешь? Какой ты хочешь? Какой? Не знаю, какой. Неа, покажи. Сейчас девочкам тоже покажем, какую собаку хочет моя дочь. В квартире собака какая-то она. Ты будешь ходить на работу, будешь приходить, тебе надо будет выгуливать. Она не хочет детей, она хочет собаку. Поняли, да? Вот, молодежь. Смотри. Я тебе сделаю, не хочу детей, хочу собаку. А к оконному, что ли? Нет. Ты большую покажи мне, маленькие они все для меня одинаковые. Вот так. Так, давай, подожди, Кайтаночка, повернем камеру и покажем нашим зрителям, какую собаку она будет иметь, когда она подрастет. Вот так. Сейчас-то я за рулем, хочу быть аккуратная. Понимаете, я же с ребенком глупости не хочу делать, так что я аккуратна. Вот так. Наш Макдональдс. Раньше тут очень популярно было вот этот район. Ага, у них этот, сарафан. Сейчас чуть-чуть погуляем, девочки. Потому что хочет моя дочь. Так она выспалась? Она же не спала. Ребята, она же в школу пошла. Час только поспала. Она так нервничала, что она уснуть не могла. А потом мне говорит, я не нервничаю. Еще как нервничаю. Я стала нервиоза. Оставь, да. Но, ну, это что? Ага, что мне сказали, что не было в школе. А это значит нервничать. Это. Покажи хорошо. Видите, да? Которую она собаку хочет. Смотри, смотри. А, подождите, ребята. Смотри, какой красивый. Смотри, какой красивый. Почему не видишь? Вот, вот эту хочет она. Понимаете? Вот. Я знакомлю вас с моим будущим внуком или внучкой. Держи. Ерунда это все, девчата. Я тебе говорю, что ерунда. Еще как будешь. Да. Если ты не хочешь уна, ну, хоть один, хоть один будет у тебя. Аллах плюс отрибует. Да. Ну, посмотрим. Я не хочу трейс. Я хочу уна. Ты мало ли что хочешь, не хочешь. Это ты сейчас так говоришь. Потом, когда ты вырастешь, у тебя сто раз мнение поменяется. Кайтаночка, солнышко. Я хочу. Я хочу. Я не хочу. Я хочу. Я хочу. Мне не нравится. Дети маленькие. Но тебе еще, конечно, сама маленькая еще об этом думать. Зачем ты сейчас об этом думаешь, а? Он сама скажет, зачем? Вот эти глупые разговоры тебе сейчас зачем? Зачем тебе забивать? Тебе сейчас надо забивать голову учением, хорошо время провести, да, чтобы ты деберти, да, деберти ты, играться, а? А куда мы едем? На кодеке на гору воровать помидоры. Мама, помидоры? Конечно. А, это ты поняла, да? Это хорошо. Ты уже начинаешь понимать меня все лучше и лучше. Раньше, что хотите? Раньше, девчата, мне так было сложно мне было объяснять. А сейчас девчата понимает? Сейчас уже лишнее тоже не скажешь. И что он понимает? Делать вид, что не понимает. Ждешь, чтобы я что-нибудь раз так ляпнула, что он мне сказал. А, так, да. А, если он мне, где вы? Я говорю, ну, называется Праду Д'Арка. Хочешь парк? Не хочешь? Так, поехали. Куда я хочу поехать? Сейчас я покажу. Ронда Суха. Да. Мне так нравится. Вот наш ночной город. Кому интересно, смотрим. Кому не интересно, ничего страшного, ребята. Просто я вам хочу. У нас город небольшой, но очень дружный, гостеприимный. Кто хочет приехать к нам в Талавире, Дуарына, всегда мы рады встретить любого туриста. Хотя здесь что есть? Ну, зато здесь люди хорошие. Это же тоже очень важно. Не все же... Девчата, вы думаете, что все любят море? Не все. Вот я, например, море не люблю. Да, да. Кайтаночка, да, потому что ты не родилась возле моря, ты не жила возле моря, поэтому мы с тобой поедем. И на море поедем, Аллах, вот я думала, что в конце августа поедем. посмотрим, девочки. Посмотрим, на 2-3 дня все равно мы поедем. Май. Вчера, что ли, смотрела? Такая. Ой, девчата, есть же вот эти люди, которые... Ой, а мы ездим на море! Одна есть, короче, дура. Работает с эстеном. Ты что, такая неприятная женщина, вот честное слово. Вот дура просто набитая, понимаете, вот набитая. Есть дуры такие обычные, вот как я, вот дуркую. Я нет, я дуркую иногда. А есть дуры набитые. Вот она, одна из них. Никогда никуда не ездила. И теперь, короче, вдовой стала, познакомилась с одним, у которого он работает в агентстве туристическом. И там вот эти пароходы, мараходы же есть. Короче, взяли они этот билет вдвоем поехать. Девчата, вы представляете, смотри, это до Барселоны там. Ну, короче, есть в Испании, да, вот, в лягушечнике, короче, вот так круг мочнуть. Поняли, да, но зато пароход. И такая говорит, Эстема, ну, ты садился на пароход? А, Эстема, ну, такие вещи разве можно спрашивать? Ребята, разве у Эстемана можно спрашивать такое? Эстема в космосе был, вы понимаете. Эстема говорит, фуф, фуф, поднимался столько раз, что аж мозоли натер. Эстема ей говорит, она такая говорит, ой, надо ездить, надо, надо ездить. Самое уже там, ну, 60 с лишним, да? Первый раз едет на море, если что, девчата. У-у, полиция едет. Наверное, за этой дурой набитой. И это самое, говорит она, ой, надо ездить. Я не знаю, как его зовут, Серджи. Сейчас мы Серджи и этот берем лайнер, блин. Если он такой стоит, они смотрят и говорят ей, молодец. И такая, ой, там, и что-то 250 евро стоит. Короче, на суток и воскресенье 250 евро. Ну, там в портах останавливается, короче, там по два часа, что ли, в двух портах. И он такой говорит, ты, говорит, мне здесь так рассказываешь, что вот это сейчас миллион заплатила и едешь. А ты же вот так, как это самое, покрутишься и все. Что там надо? Вот я с Наталкой ездил, ой, ой, как начал выдумывать девочки. Ой, он там повыдумал. И она такая, да ты че, это ж такие бешеные деньги. Он говорит, ну, конечно. Я говорю, Серджи, он тебе на обои сейчас скажет, да и в космосе я был. Ой, девчата. Короче, такие тупые же люди бывают, девчата, которые вообще ничего не видели. Ой, если я и начну рассказывать, в каких городах я была, где я только не была, я об этом вообще не люблю говорить. Это кое-чее, что вот эти дешевые понты терпеть не могу, девчата. Понимаете, как вот есть люди, которые из грязи к князю, да? Я как была простая, девчонка, так и остаюсь простая. У меня мама бухгалтером работала, девчата. И в Польшу ездила, и в Германии моя мать была. Моя мама, фу, в те времена в Советске еще была, девчата. Так я никогда никому не говорила. Моя мама в Германии. А у нас, блин, девчата, в Москву поедут, полдня не рассказывали, что ихняя мама в Москве была. Моя простота, девчата, это лучше нет. Вот честное слово, не люблю я вот таких людей, которые, знаете, вот все вот это так преподносят, как будто другие люди голодные, смотрят и завидуют. Сегодняшний день кто может позавидовать? На море был. Человек, который не едет на море, значит, он не хочет ехать на море. Вот и все. Это вообще никакой сложностью сегодняшний день не представляет, поехать на море. Если человек задумает, он до куда хочет дойдет. Только надо сильно хотеть. Мы все имеем деньги на все, что мы хотим. На все, что у нас есть желание, мы находим. Вот и все, ребята. Я вам честно говорю. Паран и раму. Вот сейчас вот здесь машину оставим, погуляем чуть-чуть, нет? Это мальчик. Конечно. Это мальчик. То и то масика выгуляем, то и то масика. Короче, вот так, девчата. я одна девчонка узнала, которая мне говорила, ой, ты что? Ты знаешь, сколько я путешествия была? Я была в Буйнакске, а эта девчата у нас там в Буйнакске поехать, на машинку сняла, а ты в Буйнакске. Я говорю, Касаюр, ты в Буйнакске была? Где я только не была? Я говорю, какая ты молодец. Любишь путешествовать? Как-то вот так. Вот это у нас университет. Девчата, у нас уже 8 часов. Сейчас я вам скажу, сколько времени. Какой без 10-9? И светло еще даже. Ну, уже не так светло, как сперва бывает. Так, закроем. Тут постоянно молодежь. Тут постоянно молодежь сидит, девчата. Гуляют с этими. Это велосипедная дорожка. Собаками гуляют. Вот сидит молодежь вот так. Отдыхают. Мне очень нравится Испания. Ребята, вот честно я вам говорю. Почему она мне нравится? Мне люди нравятся тут. Простые люди. Вот это для меня очень важно. Когда у меня вот так сделено будет? Когда у меня вот такие деревья будут? Ребята, кому что, она саму расческа. Грунин, да? Это называется грунин. А это? Мне это ума сделает. Это ума сделает, да? Девочки, знаете, тут раз говорит Кайтана. А вот. Кайтана говорит. Я на голову одела микрофон. И мне Кайтана говорит, убери его, есть ты. Хорошо, убираю. Ой, кошмар. Тот день мы выходим на улицу, и идет собака, такая спокойная. И спрашивает у Кайтаны, хозяин собаки, твоя собака, это, и Кайтана говорит, нет, она такая хорошая, она ничего не делает. И в этот момент Томас, вау, вау, вау. И она такая подумала, ничего себе хорошая. Но на самом деле же Томас не такой, девчата, он же хороший. Ага, научился. Научился. Посмотрите, как красиво, ребята. Даже. Ага, это Таху называется у нас. Река Таху, ребята. Нет, она просто вот такая, ну, после дождя, это все. А так. А на всю Катиламанча, мне кажется, Таху идет. Что ты от него хочешь? Отойди. Правильно, отойди сказал, ушел уже, видишь. Вот так, ребята, давайте, оставляю вас на чуть-чуть, погуляю со своей дочкой, ей тоже время уделю. Хотя я ее никогда не оставляю, моя красавица. Ну, а и моя куколка. Вот мое счастье, ребята. Так, вот этот вечер я вам дарю. Дай Бог, чтобы у вас было здоровье. Дай Бог вам удачи, девчата и ребята. Всем мужчинам тоже. Огромное вам всем спасибо за все. За то, что вы вообще появились в моей жизни. Украсили мою жизнь. Сделали так, чтобы мне было не одиноко. Это очень важно. Поэтому за это я вас обнимаю и целую. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...